Депутаты и общественники продолжают комментировать стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года. Программу представил глава КОМИ Владимир Уйба. Системный подход, глубокая профессиональная проработка и, самое главное, обозначенные инструменты достижения цели. Такую оценку документу дала Надежда Дорофеева. Председатель комитета регионального госсовета по соцполитике отметила, в этом году в КОМИ по поручению Владимира Уйба предусмотрено 100 миллионов на развитие промышленности. При этом правительству удалось привлечь дополнительные федеральные деньги – это 56 миллионов на обеспечение фонда промышленности. Кроме того, депутат отметил еще один важный и острый вопрос – отток населения из республики. Эту проблему можно решить созданием достойных условий для жителей. Те направления стратегии, те предложения, которые мы услышали, а это создание кластеров, создание особой экономической зоны, это развитие промышленности, предприятий. И самое главное – те рабочие места, которые будут созданы благодаря деятельности этих предприятий, это современное, модернизированное, современное технологическое оборудование, оно, конечно, создаст условия для того, чтобы люди оставались, люди не уезжали, молодежь закреплялась, создавала семьи. Другой парламентарий Александр Попов отметил – очень важно уделить внимание северным территориям республики, а именно в Воркуте и Инте. В свое время города были локомотивами развития региона. Благодаря им бюджет получал средства. Сегодня ситуация иная. В Инте и Воркута в свое время были локомотивом развития республики. Мне симпатично, что глава понимает, что шаги по Инте и Воркуте нужно делать немедленно. Любое промедление может быть настолько пагубно, что даже трудно себе представить. Очень важно, чтобы те усилия по созданию рабочих мест, которые намечены, там были реализованы в первую очередь. Сегодня самая главная задача для Инты и Воркуты – новые рабочие места. Все остальное воркутинцы и интинцы сделают сами. Расширение арктической зоны, по мнению народного избранника, в этом случае даст результат. Госсовет готов оказывать любую посильную помощь. Главное, чтобы процесс был запущен как можно скорее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова